Итак, дорогие друзья, мы в Доме Господнем. Слава Богу! Мы живы-здоровы! Мирно спали, ни к чему не опасались, но жизнь на Украине совершенно другая. Поэтому наша молитва постоянная всех святых, и на Украине, я полагаю, и Белоруссия, и Россия, и другие, в разных странах, в Америке особенно тоже переживают и молятся о том, чтобы пришел мир в эту страну. Да дал бы Господь мудрости и знания, как это сделать. Но знаем, и я хотел бы взять немножечко времени, что есть Господь. Первый стих, Исаия 45, 5. Я Господь, и нет иного Бога, кроме меня. Если это так, значит, Господь полностью, суверенно управляет этим миром, всей землею. Ему подчинены все цари, все президенты. Удивительно, но прочитаю следующий стих, может быть, не совсем понятно нам, да много нам в жизни чего непонятно. Исаия 45, 7. Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия. О, Господи! Мир хорошо, бедствия плохо. Зачем все это? Поверьте, с самого начала произошла на небе война. Война длилась и идет все время. И Библия пишет, последнее время будет войны, глады, землетросения, разрушения, беда и горе. Я, Господь, делаю все это. Мы в Доме Господнем. Мы пришли сегодня помолиться и прославить Господа. Просить у Него защиты, просить у Него помощи тем, которые бедствуют. Бедствует много. Убежало много. Беженцев много. И здесь я вот знаю наших родственников, еще где-то есть еще. приехали также из Николаева. Бог усмотрит, где будет их жизнь проходить. Но многие убежали. Я, когда посмотрел фотографии наших родственников, стоят в аэропорту с Максимом Наташей, а в них нет никаких сумок. Я вспоминаю, как ехали мы. Сумки здоровые, полосатые, пузатые, такие хорошие были сумки. Это же надо было здоровый ковер в одну сумку поместить. Больше же нету. И все остальное. Они приехали вообще ни с чем. Ехали, вроде что-то брали, но когда увидели, как некоторые убежали во Львове, и что их ничего нет, пришлось и свое отдать, чтобы восполнить нужду тех, кто имел такую нужду. Библия пишет, у нас должны быть те же чувствования, какие и во Христе и Иисусе. Я вам скажу, хорошо, когда мы мыслим, понимаем. Мне жалко всех, поверьте, чтобы никто не думал какой-то однобокий. Я когда увижу, вижу убитых любых людей, неважно чьи, жизни дорогие, кто их восполнит, жалко людей, но война всегда была. Почему не знаю, ответа у меня нет. Мы в пятницу молились и по-моему Петр говорил, что придем на небо спросим, а после говорит, вы знаете, точно, когда придем на небо, все и так будет ясно. там спрашивать не надо, знание будет, почему все было так на земле. Теперь мы точно увидели, как шапко все в этом мире. Когда приходит война, когда приходит землетрясение, когда приходит неустройство, все было, и вдруг в один момент не стало ничего. два года пандемии, я как-то сидел, слушал, и один из братьев говорит, я слышал пророчества, мы много слышали, я не буду говорить что-то особо такое, чтобы вас заводить. Я себе записал, заканчивается одно зло, пандемия, на весь мир пришла, ну, такое зло, еще как-то многие перебирают, в автобусе половина надо, чтобы на Украине ехало, там, ну, как-то некоторые две маски одевают, заканчивается одно зло, пандемия, ну, вот, придет другое, думаю, Боже, а что, что за другое, да, не, говорили, вторая волна, третья волна, уже и волны шли, но на Украине пандемия сразу закончилась, ни одного не видел маски, а дальше слушаю, о, как много будет горя, и как многие рассеются по многим уголкам земли, думаю, а что это за такое, о чем это все, ну, как так может, чтобы все рассеялись, то невозможно, правда же, теперь Швеция, Голландия, Германия, в Астралию, знаю, некоторые уехали, Канада принимает, открылись, а Польша вообще открыла двери широко, как ворота, всех приглашает, мы думали, как возможно, возможно, и наша вот граничка Мексика открыта, толпа людей стоит, собирается много, а проходит медленно, пусть Бог благословит и об этом будет молиться, и вот случилась война, пришла беда, пришла смерть, пришел в многие города голод, холод, нужда, опять думаю, это же надо западное как-то более-менее спокойное, а Бог устроил, здесь будет плохо, а здесь еще хорошо, и тем кому хорошо позаботятся о тех, кому плохо, Америка, в Америку Бог переселил тысячи, тысячи христиан, я вам скажу, я все время думал, одни живут очень хорошо, там кто-то и хорошо, кому-то и плоховато, кому-то говорят повезло, кому-то нет, но на протяжении времени сколько много финансов, сколько церквей построено, сколько детских яслей, садов поддержано, сколько слова туда Божьего поехало из Америки, вам не передать, а сейчас с кем и с пастором я не говорил, сбор за сбором делают, и тоже распределяют, 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 распределяют и распределяют, и неверующие люди участвуют, весь мир как-то участвует в этом деле, поэтому Америка богатая страна, но богатые и христиане, и поэтому здесь вижу, есть некий Божий баланс, который сотворил Господь, чтобы Божьему народу как-то было лучше и хорошо, хоть как-то, но я вам скажу, мы в достатке, пришло время испытания нашей веры, как мы будем, я читал, у вас должны быть чувствования такие, как и во Христе Иисусе, давайте будем себя каждый проверять, а для этого, чтобы никто не хвалился, Библия говорит так, покажите вере вашей, самое лучшее, если есть что показать. Матфея 25 глава, послушайте, что написано здесь, 25 глава, 35 и 6 стих, «Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, был темницей, и вы пришли ко мне». Когда такое было? Да есть, иногда случается, а сейчас массово, и мы можем прийти в темницу, в больницу, и куда хочешь посетить, и на границу даже, и вот, спасибо, Виталик ездил раз, с Женей, затем он целый день отпустили с работы, поехал второй раз, наверное, даст некое свидетельство, посмотрел весь процесс, как люди прилетают, как их распределяют, и мне пишут, папа, та еды больше, чем людей, слава Богу, пишу одежды, сфотографировали и одежды, красной, белой, зеленой, на разный возраст, скажите, кто побеспокоился? Святые, приехали, и часть из них, там идут людей неверующих, на колках, и ведут себя не совсем апоприэйт, нормально, но всем помогают, и до границы, и после границы обеспечивают и устрояют, вот какая забота Господь проверял, это Он вроде, но не Он, это другие люди, которые так проверяют нас, и вот 40 стих этой главы 25, Матфея, так как вы сделали эту одному из всех меньших, меньших моих, то сделали мне, о, вот оно, где сокрыто, если мы сделали одному из меньших, Господу сделали, поэтому, дорогие друзья, я хотел бы вас просто, ну, бодрить, я рад за вас, я отсутствовал, но мне передали, вы сделали второй сбор, собрали опять деньги, достойно, благословенно, ну, я хоть эмоциональный, такой вроде бы шустрый, но пусть скажет Маша, как я плакал, и слезы, они разные какие-то, это наше любое выражение дела, которое мы делаем, и вот, послушайте, Библия нам говорит, богатейте добрыми делами, будьте щедры и общительны, щедрость видна, спасибо вам, это действительно так, жить в доме, иметь все, и вдруг убегать, а у некоторых точно надо убегать, ничего не осталось, ноль, ничего, в чем был, волк, как сокол, все, убегай, куда хочешь, ну что еще, и за жизнью, кто знает, куда прилетит, так вот, если вы так делаете, Даниила 12,3, и разумные, будут сиять, как светило на тверде, верен Господь, не забудет ничего, разумные, дал бы Бог, чтобы мы были в числе разумных, Даниила 11,32, но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать, вот какое действование при нем проявляют христиане в своей жизни, своим здоровьем, своим временем, своими финансами, своим добрым словом, поведением, даже улыбка, обнять, не скажи ничего, обними на границе кого-то из своих, и просто поплачь, может даже лучше, чем много-много слов, все и так будет понято, и вот христиане действуют, христиане всего мира, я вам скажу, во Львове, в Польше, в Мексике здесь, и днем, и ночью идет работа, встречают в аэропорту, везут на границу, одевают, кормят, благословляют, молятся и помогают, кто думал, что такое время придет, а нам и не снилось, и вообще, брат пойдет на брата, ну, вроде несущественно, как-то и неправильно, ну, случилось, поэтому, пусть наши финансы, наш транспорт, наше время, оно тоже служит, кстати, скажу, вот, Кристина, поднимись, пожалуйста, стендап есть, вот эта молодая девушка, американка, садись, спасибо, вскоре, вот, в конце месяца поедет с группой в Польшу, американцы образуют, они хотят помогать, и она уже записалась, ее готовят, и она вскоре поедет, и будет там служить, нашему народу. Скажите, это ли не Господь? Господь, Аллилуйя, Богу нашему. Тем более, надо же донести слово, неверующих очень много, последнее, предпоследнее место о притче 24, 11, спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Кто о них побеспокоится? Вот такие. Вот такие люди, мотивированные, которые захотят, и вроде туда и опасно лететь, но вместе с тем делают великое Божье дело. Поэтому, да благословит Кристина Тебя, Господь, да благословит Господь тех, которые трудятся, и всех вас, потому что служения различны, а Дух один и тот же, слава Богу нашему, поэтому пусть Бог благословит. В Псалме 94, 6-7 стих написано, придите, поклонимся, придем, приклоним колени пред лицом Господа, Творца нашего, ибо Он есть Бог наш, а мы народ, паствы Его. Мы будем молиться Богу нашему, мы будем славить, хвалить Его, группа тоже будет петь, но все-таки прежде давайте мы помолимся о этих людях, которые приехали, давайте мы помолимся и благословим, поэтому пройдите как одни, так и вы вот двое сюда, пройдите наперед, мы о вас помолимся, если вы хотите. Пройдите, пожалуйста, помолимся о вас. Пожалуйста, здесь пастор Виталий, давай посрединке, давай уже расположись этой команды, стань, может, даже ближе к этим. Друзья, давайте ставим славь, славь, душа, господа, славь, душа, имя святое Его, 另外, негео. По ему, как никогда, бой, душа, благослови Господа. Солнце встает, новый день приходит Время опять хвалу воздать За все, что ты мне дал И за каждый новый вдох мой Я буду петь и на закате дня Славь душа, Господь, славь душа Имя в законе Небор Моя лука никогда Моя душа, благослови Господа Моя душа, Господа Славь душа Имя святое Небор Моя лука, ты когда Моя душа, благослови Господа Великой любви И даешь мне милость Ты справедлив и благо мне За все твои дела Славь душа, Господа Славь душа, Господа Славь душа, благослови Господа Славь душа, Господа Славь душа, славь душа, благослови Господа Когда ты дашь, это ты оставить Нас в полный день, когда время придет Славь душа, благослови Господа Славь душа, Господа Славь душа, благослови Господа Субтитры создавал DimaTorzok 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 Господи, за еще один день. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 в Его руках, потому давайте превознесем Его. Церковь здесь в Хемете, давайте превознесем Его. Лучшей хвалой, чтобы эта слава вознеслась к небу и была принята нашим Богом. Давайте закроем. У кого есть желание, дерзновение, поднимите руки к небу. Благословляйте имя Божье. Будем молиться. Благословляйте имя Божье. Благословляйте имя Божье. Будем geschvit. Благословляйте имя Божье ... ... ... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Есть Божье чудо, и Господь очень благословляет нас, уповающих на Него. И наш Господь, Он тот, который достоин, ибо Он творец чудес. И Псалом 9, 2 стих говорит так. Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои. Мы радуемся, мы величаем, потому что мы знаем нашего Господа. Мы радуемся и веселимся в нашем сердце, и при возможности, лично я так делаю, я возвещаю эти чудеса Божьи, все, которые Бог полагает в мое сердце. И я говорю, свидетельствую людям, что Господь сделал в моей жизни. Бог очень многомилостив, Он любящий наш Отец, и Он дает нам все от Его руки. И Псалом 95, 3 стих записано так. «Возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его». Где бы мы ни были, среди какого народа, мы должны возвещать, возвещать эту славу Божию, возвещать тем, которые слушают нас, чтобы имя Господне прославилось и возвеличилось также в их жизни. И чудо – это сверхъестественное явление, это нечто небывалое, необычное, то, что вызывает удивление. Бог так делает, что человеку это невозможно порой, и он смотрит, и ситуация может быть неразрешима, но Бог делает так, что потом человек говорит, «Я видел Божье чудо, я это испытал на себе». И эта слава вся идет нашему Господу, потому что Он творец чудес. «Чудеса есть знамения, особо явно открывающие силу Божью». Господь очень открывается в этих знамениях. Он посылает Его силу, и мы получаем эти благословения. И в четвертой книге «Царств» мы прочитаем пятую главу. В пятой главе я не буду всю подряд читать, но выборочно напомню нам эту историю. Это исцеление Неймана. Нейман, военачальник царя Сирийского, был великий человек у Господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам. И человек сей был отличный воин, но прокаженный. Этот человек был на службе у своего царя, у своего господина. Он был успешным в своих военных действиях, но он был прокаженным. Проказа в Израиле, вообще в той местности, она была неизлечима. Этих людей отдаляли от общества. Они жили отдельно, чтобы эта болезнь не переходила на других людей. Они должны были говорить, что я прокаженный, чтобы сторонились другие. И этот человек был таким прокаженным. Однажды сирияне пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку. И она служила жене Неймановой. И сказала она госпоже своей, «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». Нейман идет, обращается к своему царю. Он говорит, что девочка возвестила эту славу Божию, это действие, потому что человек не может сам сделать это. Он идет и просит своего царя, чтобы ему пойти туда, в ту местность, чтобы получить это благословение. И он берет, что нужно, берет эти богатства, эту одежду, 10 тысяч талантов серебра, 6 тысяч стиклей золота, этих одежд, и этот караван направляется в то место. Он приходит к царю израильскому, и он вместе приносит это письмо. «Я посылаю к тебе Неймана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказу». Но этот царь сирийский, он даже не знал, к кому обращаться. Разве царь этот израильский мог исцелять? Нет. Но был там человек Божий, который являл ту силу Божью, давал чудеса от Господа для всех просящих, кто обращался к Богу живому. И Елисей услышал и говорит, что пусть этот человек придет ко мне. И выслал к нему Елисей, слугу своего, и сказал, «Пойди, омойся семь раз в Иордане, и обновится тело твое, и будешь чист». И разгневался Нейман, и пошел, и сказал, «Вот я думал, что он выйдет, встанет, призовет имя Господа, Бога своего, и возложит руку свою на место и снимет проказу». И он так возмущается и говорит, «Разве эти реки там сирийские не лучше этого Иордана?» Но Бог хотел видеть смирение этого человека, чтобы он, смирившись, подошел под эту крепкую руку Божию. И слуги его начинают уговаривать, «Ну, сделай ты, разве что сложное», – сказал этот человек. «Нет, пойди только омойся». Он послушался, пошел, окунулся в Иордане, и тело его стало чистым, здоровым. Так Бог явил свое чудо и благословил этого человека. Он возвращается и хочет одарить этого пророка, человека Божия, этими богатствами, которыми он принес с собой. Но он говорит, «Нет, я ничего не возьму». И сказал он, «Жив Господь, пред лицем которого стою, не приму». И тот принуждал его взять, но он не согласился. И сказал Нейман, «Если уже не так, то пусть рабу твоему дадут земли, сколько снесут два лошака, потому что не будет впредь раб твой приносить все сожжения и жертвы другим богам, кроме Господа». Только вот в чем да простит Господь раба твоего, когда пойдет Господин мой в дом Римона для поклонения, там и опрется на руку мою. И поклонюсь я в доме Римона, то за мое поклонение в доме Римона да простит Господь раба твоего в случае сем. Этот человек просто хочет взять той земли, как он считал, той святой земли, на которой он получил это чудо Божье. И он идет в свое место, и там уже живет, как ему дал Бог жизни. Следующее чудо Божье мы рассмотрим, это также 4 глава Царств, 6 глава с 18 стиха и ниже. «И когда пошли к нему сирияне, Елисей молился Господу и сказал, «Порази их слепотою». И он поразил их слепотою по слову Елисея. И сказал им Елисей, «Это не та дорога и не тот город. Идите за мною, я провожу вас к тому человеку, которого вы ищете». И привел их в Самарию. Когда они пришли в Самарию, Елисей сказал, «Господи, «Открой глаза им, чтобы они видели». И открыл Господь глаза их, и увидели, что они в середине Самарии. И сказал царь израильских Елисею, увидев их, «Не избит ли их, отец мой?» И сказал он, «Не убивай! Разве мечом твоим и луком твоим ты пленил их, чтобы убивать их? Предложи им хлеба и воды, пусть едят и пьют, и пойдут к государю своему». И приготовил им большой обед, и они ели и пили, и отпустил их, и пошли к государю своему. «И не ходили более те полчища сирийские в землю израильскую». Так Господь делает чудеса не только с одним человеком, но даже с этими вражескими войсками, которые пришли. Они хотели взять Елисея, который говорил господину царю, что вот там засели, там засада. И этот царь перепугался, говорит, кто? Кто докладывает? Может, кто-то работает на Израиля? А один слуга говорит, нет, это человек Божий, он возвещает все твои слова, которые ты даже в спальне говоришь. И он посылает войска, чтобы взять, но Господь делает это чудо. Он закрывает глаза этих воинов. Они идут за Елисеем, как послушные дети. И когда Елисей молится, Господь открывает их глаза. Они увидели, что они в окружении, в середине Самарии. Что делать? Но, как этот царь спрашивает, не избит ли их, отец мой? Но Елисей отвечает, ты лучше предложи им хлеба, угости их, накорми и отпусти, пусть идут к государю своему. Сделав это доброе дело, они показали всю ту славу Божию, которую Господь являет в жизни каждого. Также, если мы посмотрим на историю с Нового Завета, это когда, это записано в 17 главе Матфея с 24 стиха. Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели Дидрахм и сказали, учитель ваш не даст ли Дидрахмы? Он говорит, да. И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал, «Как тебе кажется, Симон, цари земные, с кого берут пошлины или подати? С сынов ли своих или с посторонних?» Петр говорит ему, «С посторонних?» Иисус сказал ему, «Итак, сыны свободны, но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду и первую рыбу, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и открыв у нее рот, найдешь статир». Статир равнялся четырех Драхмам. «Возьми его и отдай им за меня и за себя». Господь и в этом являет чудо свое. Он, видя этих людей, которые собирали и обратились к Петру, чтобы Иисус Христос дал этим собирателям Дидрахм. И Господь посылает Петра и делает такое чудо. Рыбу, которую он поймал, он находит там в ее рту этот статир, эту монету. Это я, как рыбак, удивляюсь. Хотел бы я так каждую рыбку ловить и там вынимать эти монеты. Но Господь делает в каждый момент свое чудо для того, чтобы в определенном месте сделать то чудо, которое он дает. И благословил этим самым. Они дали и имя Господне прославлялось. В нашей жизни мы испытываем много чудес. И я хочу кратко рассказать мое свидетельство и еще зачитать стих. Это Второзаконие 4-я лова 24-й стих. Ибо Господь Бог твой есть огонь поедающий, Бог ревнитель. Господу подвластно все. И огонь, и эти лавы, вулканов, все он ими управляет и все подвластно ему. Еще живя в Украине и работая на металлургическом заводе, я работал на кране и сливал этот жидкий чугун в этот миксер, который был вместимостью 1500 тонн жидкого чугуна. Этим краном я поднимал ковш, вместимость которого 120 тонн жидкого чугуна. Однажды привезли к нам как обычно партию этих ковшей. С виду так вроде бы ничего, смотрятся нормально. На поверхности ковша там находится как бы шлак такой графитовая такая и как бы накипь такая и она на этой поверхности она как бы защищает от остывания чугун. Посмотрели, поднял я, начал сливать и когда я наполовину поставил ковш уже в таком положении, я не знал, что половина ковша она была уже заранее замороженная и под той коркой, толщина которого там было 10 сантиметров 15, тоже был жидкий чугун. Они когда возили этот ковш, они никто не хотел его сливать и так прошло время, они его заморозили сверху, а потом подали под доменую печь и хотели, чтобы струя этого чугуна, она разрезала эту корку и все так наполнилось и вместе смешалось и расплавилось. Но этого не произошло. Они привезли к нам этот ковш, я его взял, начав сливать и когда я поставил его в горизонтальное положение, сливая этот жидкий чугун, произошло то, что эта корка вырывает, обрушивается вся. Эти тонны, если половина ковша 60 тонн, пусть 50 тонн жидкого чугуна, она этой волной плещет сначала на площадку этого миксера, а потом летит книзу 30 метров, накрывает землю и этим мощным взрывом, так как температура чугуна 1300 градусов, то оно накрывает получается испарение и взрыв этот несет и металл и огонь к моей кабине. Моя кабина защищена только двойными стеклами, как мы имеем в своих домах. то для этого жидкого чугуна и огня это ничто, потому что чугун, если плещет на все такое, он спаливает его в одни секунды. И я в этот момент, когда произошел этот взрыв, только успел махнуть по аварийному выключателю, который обестачивает весь кран, и падая на пол, накрыл суконной курткой мою голову и закричал «Господи, сохрани меня!» И этих слов, этой моей просьбы хватило для Господа, чтобы Он своими всемогущими руками закрыл мою кабину, чтобы эти стеклышка двойные, как мы имеем в наших домах двойные стекла, они не сгорели, и я в той кабине также сгорел бы вместе со всем тем. Так Господь явил чудо. Мастер, который выходил с противоположной стороны этого здания, он как увидел, он подумал «Все, я там уже сгорел», он побежал к Радеву в сообщение, которые с кранами у нас есть, рация, он кричал «Сережа, Сережа, ты живой?» Я встал с пола, беру эту рацию, говорю «Слава Богу, Господь сохранил меня, я живой, но все, все с краном, электрические приборы, которые были по бокам этих несущих балок, электрошкафы, эти механизмы, оно все погорело, как этот факел зажигается, знаете, и горит. Так Господь явил свою милость, это Божье чудо пришло в моей жизни, и я всякий раз, когда только мысль приходит, я сразу с благодарностью говорю «Господи, слава Тебе, Ты творец чудес, Ты Бог всемогущий, Тебе подвластно все, и огонь, и металл этот Господь велик, и Он благословляет уповающих на Него, да прославится имя Божие в жизни нашей, и мы преклонимся пред Господом, мы воздадим Ему эту славу и хвалу, мы будем Его прославлять, потому что Он один, Он один достоин этой славы, наш Бог, будем Ему молиться, Аминь. Ему иначе чудный, Ему имя чудный, вечный и святой, день великий судный, день великий судный, будет Он судьбой, день великий судный, день великий судный, будет Он судьбой, Ему имя славный, Ему имя славный, образ Божества. Царь не бездержавный, царь, небез державный, ангелом плава. Царь небез державный, царь, небез державный, ангелом плава. Ему имя слово, Ему имя слово, слово вечный Бог, без его покрова, без его покрова, первый жизнь не смог. Без его покрова, без его покрова, первый жизнь не смог. Ему имя верный, Ему имя верный, Божество нет а и а и и он и и и и и а и и и и и и а а и и Океан безбрежный, милости ядра. Океан безбрежный, Океан безбрежный, милости ядра. Он первосвященник, он первосвященник, мощный и благор, грешный миропреник, грешный миропреник, в нем нашел покой. Грешный миропреник, грешный миропреник, в нем нашел покой. Ему имя чудный, Ему имя нежный, Ему имя славный и святой. Каменное сердце Или чтобы человек уразумел Чтобы человек уверовал Или чтобы человек уразумел Со свидетельством брата Сергея Там реально нужно было уразуметь Что если бы не Бог То спасения не было бы И вы знаете, чудеса приходят в жизнь отдельного человека В жизнь церкви, в жизнь семьи В жизнь народа, в жизнь страны Только тогда, когда трудности Еще раз Все Божьи чудеса Происходят тогда, когда трудно Когда все хорошо Чудеса, если и происходят, они не так видимы Потому что все хорошо Все получается Все успеваю Чудеса не так видимы Видимые чудеса Это когда предельно сложно Трудно И сам я сделать не могу И мы говорим, что Произошло чудо Чудо Это сверхъестественное Божье действие Когда я сам уже не могу Но сделать нужно И Бог вмешивается Делает то, что я сделать не могу Получается чудо И чем сложнее нам в жизни Тем больше чудес мы видим Чем лучше и спокойнее мы живем Тем меньше чудес мы замечаем Но тема моей проповеди Каменное сердце Каменное сердце Это то В жизни которого Происходит чудо Но это сердце Не уверовало И не уразумело Каменное сердце Еще раз Это то В жизни которого Произошло чудо Но сердце Не уверовало И не уразумело Чудеса сегодня о которых мы будем говорить, я возьму глобальное в жизни народа, в жизни какой-то нации. Для того, чтобы перевести непросто, знаете, вот у меня было чудо, и вы все должны так же понимать, как я. Есть моменты, когда Бог работает с целым народом, допускает трудности, допускает бедствия, допускает голод, допускает рабство, допускает войну, допускает еще много чего. И потом происходит чудо. Чудо, если можно так выразиться, это избавление от трудности. И вы все помните эту замечательную историю, когда Бог вывел Иакова, поселил его в Египте. Прошло 400 лет, евреи размножились, поменялся фараон, он забрал евреев в рабство, он потом издал указ, чтобы убивать младенцев. Младенцев где-то убивали, где-то их сохраняли, но лилась, скажем так, невинная кровь, но кровь не лилась, их просто топили, выбрасывали в речку Нил, но, да, крокодилом. И люди реально стонали. И потом Бог берет через эти 10 казней, вырывает, можно сказать, вырывает еврейский народ из рабства, плюс благословляет его попутно, они оббирают всех египтян, которые были рядом, забирают у них драгоценности, выводят их в пустыню, они подходят к Черному морю, сзади пустыня, и гонятся за ними египтяне, впереди море. И Бог через Моисея чудесным образом раздвигает это море. Евреи спасаются от смерти, они проходят по сухому дну, потом море закрывается, поглощает вместе или топит всех египтян, евреи продолжают идти дальше, Бог им являет милость, они не болеют, одежда не ветшает, у них хватает воды, у них хватает продуктов, потому что появляется манна, плюс у них есть стада, которые можно периодически употреблять в пищу, у евреев есть все. Вот они видели массовое чудо, когда Бог оказал гуманитарную помощь народу, целому народу, который вышел из рабства. Но в Исход 32.1 написаны следующие слова, очень странные, слова для людей, которые увидели множество Божьих чудес. Исход 32.1 «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему, «Встань, сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». Бог, будучи невидимым, являл им видимые чудеса, но в какой-то определенный момент они все ориентировались на Моисея. Но Моисей пошел на гору, отлучился на время. И что они сказали? «Мы не знаем, что с этим человеком сделалось, сделай нам Бога». Я бы еще понял, если бы они Бога сделали в виде тучки, ну или облака. Помните, да? Облачный столб, огненный столб, ну или в виде какого-то столба. Но они почему-то его делают в виде быка. Того быка, которого они видели в Египте. Сердце ожесточенное, оно грубое, оно каменное. Они не понимают, что Бог делает чудеса, чтобы продолжать с ними работать. Они делают себе этого быка. Впоследствии они прогневляют Бога, когда они идут в эту обетованную землю и говорят, что нет, мы не справимся, мы немощные, мы рабы, и рабами останемся. И Бог хоронит все то поколение в пустыне для того, чтобы новое поколение, новое поколение с новым образом мышления вошло в обетованную землю. Но все те, кто видели, как работают казни, как раздвигается море, все эти люди, как видели эту тень, этот огонь, который согревал порядок, все, что они видели, эту манну, они все умирают в пустыне, потому что сердце их грубо. Знаете, 4 книга царства, 18 глава, 4 стих написано следующее. Он отменил, то бишь царь, высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы ходили ему и называли его Нихуштан. Краткая предыстория. 800 лет до этого Бог решил наказать евреев. И когда змеи начали их кусать и они начали умирать, потому что змеи были ядовитые, Бог сказал Моисею, сделай медного змея, поставь, и кто поверит, будет жить. То есть нужно было поверить в то, что эта медная палка в виде змеи что-то делает, посмотреть на этого медного змея, и человек оставался жив. Кто не смотрел, кто не верил, человек умирал. И вот кто-то сделал этого медного змея, одел на эту палку, или в виде палки, или в виде шеста, или в виде жезла, он поставил его в пустыне. Люди смотрели и оставались живы. Важно, чудо происходило, люди оставались живы, но при всем при этом люди оставались с каменным сердцем. Это видно потому, что кто-то потом додумался эту палку забрать, когда все закончилось, спрятать, передавать из поколения в поколение, и через 800 лет медная палка в виде змея уже стала божеством, получила свое имя, получила свой культ, получила своего жреца, который служил, то ли это был кто-то из священников, то ли это был кто-то из левитов, сердце огрубело. Они подумали, что в медной палке сила. Они подумали, что в Моисее сила. Моисей пропал, они ушли, выдало поклонство. Змеи перестали кусать, они спрятали палку эту, назвали Нехуштан, и впоследствии это стало божеством. Потому что они подумали, что через человека или через какой-то предмет, или в каком-то предмете, или в каком-то человеке Бог. А это только инструмент, каким работает Бог. А сердце каменное, они не уверовали, они не уразумели. Еще одна история в суде 8.27 записана из этого, то есть кто ходит на разборы, вы знаете, из чего из этого, из 20 килограммов золота. Сделал Гедеон Эфот, и положил его в своем городе, в Офре, и стали все израильтяне блудно ходить туда за ним. И был он сетью Гедеону и всему дому его. Помните, по какому критерию Бог отбирал солдат на эту войну с Гедеоном? Он говорит, «Вас слишком много». Кто малодушен, боязлив, уходи. Ушли. Вас все равно слишком много. Слава будет человеку. Они прошли это испытание водой. Осталось 300. Эти 300 одерживают победу. Я не знаю, что думал Гедеон, что делалось в его голове, но Гедеон конкретно знал, что так работает Бог. И если бы не Бог, этих 300 просто бы стерли с лица земли. Но они одерживают победу. И Гедеон берет и делает золотой эфот. Он воздает славу видимому Богу, хотя победу давал невидимый Бог. Знаете, он таким же успехом мог сделать золотой меч, золотое копье, золотой щит, золотого коня, золотой шлем, что-нибудь из того, что было у него. Но он посчитал, что воинское оружие так себе, все равно он ничем не воевал, у него был кувшин и факел. Он сделал эфот, часть священческого одеяния, думая, что если он сделал что-то священное, то это уже точно его приведет к чему-то хорошему. Он уже не застал, но впоследствии мы знаем 70 сыновей его были казнены на одном камне. Потому что человек подумал, что Бог, который даровал ему победу в этом эфоде. Каменное сердце. Мы сегодня думаем, что чудо, которое происходит, где бы ни происходило, оно зависит от человека. Я уповаю на свою силу, я уповаю на свою крепость, я уповаю на защиту полиции, я уповаю на президента, я уповаю на страну, я уповаю на какое-то объединение, я уповаю на какие-то альянсы, думая, что получив помощь от них, могу воздать им славу, потому что я получил помощь от них, забывая, что за всем этим стоит Бог. И вот сегодняшняя история, это будет чудо, которое знаменито, и его знают все, сильнейшее чудо, от которого покаялось не очень много людей. Вот так бывает, что Бог делает чудо, но почему-то кается или ходит за Христом после этого небольшое количество людей. Происходит чудо, вот нам сегодня кажется, что если всем беженцам помочь на границе, кто не верующий, они все пополнят наши церкви. Ну, любой человек так думает, ну, раз мы помогли, значит, ты, ну, отчасти где-то, ну, май совесть, сделай вот это хорошее дело. На самом деле нет. На самом деле даже не все, кто сейчас верующий на границе, останутся верующим, когда перейдут в новую страну, в новую церковь, в новый какой-то ореол обитания, в новую среду, потому что кто-то попадет в хорошую, большую, или может быть небольшую, но духовную церковь, а кто-то попадет в городок, где церкви как таковой нет, кто-то осуетится, начиная работать, зарабатывать деньги, потому что нужно как-то за этот год обжиться, и человек может и отойти от Бога. Хотя чудо, которое делает Бог, оно очевидно, и для многих людей, которые сегодня непонятно как, каким образом попадают на эту границу, это чудо. И вот как бы ни странно это звучало в Евангелиях во всех четырех, есть только два чуда, которые записаны во всех четверых Евангелиях. Вот чудес много, но всего два записаны в каждом у Луки, у Матфея, у Марка и у Анна. Первое чудо это то, что мы будем праздновать через две недели, воскресение Иисуса Христа. Второе чудо, может быть, не очень духовное какое-то, но это насыщение пяти тысяч людей. Четыре, не у всех записано, но вот насыщение пяти тысяч есть во всех четырех Евангелиях. И вот смотрите, как это описано, это будет Марка, это будет Марка, шестая глава с 34 стиха. Важно подчеркнуть, что это чудо происходит после того, как Иисуса не приняли в его Отечестве. Он пришел к своим и он написано, что он не мог совершить там никаких чудес, потому что не верили. И вот после этого он посылает учеников на проповедь, они возвращаются, и дальше он учит народ. И это 34, 6, 34 от Марка. Иисус, выйдя, увидел множество народа, то есть их там много. Когда я говорю насыщение пяти тысяч, это насыщение пяти тысяч мужчин, но понятно, никто не отталкивал женщин и детей, то есть их было больше. Иисус, выйдя, увидел множество народа и жалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. Ему никто не говорил, он сердцем почувствовал, что здесь и сейчас нужно проповедовать этим людям. То есть такое скопление людей, это не случайно, это Бог дает такое скопление людей, чтобы можно было попроповедовать, рассказать о нем. И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят, место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения, и купить ли себе хлеба, ибо им нечего есть. Он сказал им в ответ, вы дайте им есть, вы им помогите. Ну там толпа людей, вы им помогите, вы дайте им есть. И сказали ему, разве нам пойти купить хлеба, динариев на 200 и дать им есть. То есть это огромные деньги, потому что огромное количество людей. Сделай по бутерброду на 5 тысяч только мужчин, отдай еще ребенку и женщине, то там бутербродов фурами надо завозить. Уже не говоря о том, чтобы что-то еще дать этим людям. Попить. Это еще пару фур, напитков каких-нибудь. Но он спросил их, сколько у вас хлебов, 38 стих. Пойдите, посмотрите. Они узнав, сказали, 5 хлебов и 2 рыбы. Не верят. Ну как бы, что он такое спрашивает? Что у тебя есть? Бутылка воды и бутерброд. Замечательно. Смотри, сколько людей требует пищи. Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве и сели рядами по 100 и по 50. Кто был на границе? Вы видели, что там не 5 тысяч человек. И даже их рассадить организованно это труд. Вот просто, когда люди уставшие, голодные, раздраженные, это же не просто так, что Иисус для них какой-то авторитет. Он сказал, сядьте по 50. И не хоп, а все рядами. Даже солдат, новобранцев ты рядами не поставишь, потому что на команду налево трое из десяти почему-то поворачиваются направо. Тут нужно было рассадить по 50, то есть организованно навести порядок. И он говорит, занимайтесь. И не знаю, в каком количестве были эти ученики, то ли это было этих 12, то ли 120, то ли 500 братьев, которые впоследствии были свидетелями его вознесения, но им было чем заняться. Я даже не знаю, сколько по времени на это ушло. И он говорит, вы рассадите их. Он взял хлеб, он взял 5 хлебов и 2 рыбы, воздрев на небо. Интересно, а что-то Иисус не бегал и не рассаживал людей. Ну, когда команды давать, наводить порядок, жестить, а ну, сели быстро, кто не сел, голодный, кто раньше встал, того тапки. Нет, у Иисуса своя миссия. Его задача молиться, возреть на небо, чтобы с этого ничтоженного количества еды получилось много. А бегать и рассаживать это задача тех, кто сомневается, что Бог может сделать чудо. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, возрел на небо, благословил, преломил хлебы и дал ученикам своим. Повторюсь, для меня это самое необычное чудо. С воскрешением мертвых даже мне проще, ну, моему разуму проще. Есть тело, туда вселяется дух жизни, душа возвращается и тело встает. С этим у меня проблем нет. У меня проблема, как берешь ты лепешку или рыбку, ломаешь ее надвое и как оно? Отрастает. Или пока оно летит в корзинку, оно там две половинки, то есть для меня непонятно это чудо. Я не могу объяснить, как он это сделал вообще, даже приблизительно. Он просто ломает и у него опять в руках что-то есть. Он ломает и оно опять в руках что-то есть. То есть это удивительное чудо. И он разделил на всех и ели все и насытились и набрали кусков хлеба. И остатков от рыб двенадцать полных коробов. Я не буду фантазировать, что дальше с этой едой случилось. Надеюсь, это не так, как некоторые поступают, потом продают оставшиеся, потому что, ну, все равно дармовщина. Было же евших хлебы около пяти тысяч мужей. Это плюс женщины и дети. Около пяти тысяч людей, а на востоке семьи большие, то есть там женщины и дети. Ну, плюс-минус больше десяти тысяч людей, а то и пятнадцати точно. И вот происходит это чудо. Кажется, такого чуда не могло быть в принципе, но Христос это чудо делает. Ученики верят, не верят, но они рассаживают этих людей, призывают их к порядку, носят эти ковши, потом корзины эти, корзины еще собирает потом оставшиеся. Происходит величайшее чудо. После этого они садятся в лодку, плывут дальше, и там на лодке происходит то, что они видят по морю идущего Христа. И он им говорит, ободритесь, это я, не бойтесь. Вот они только что работали с Христом, они видели, что есть Иисус Христос, который берет этот хлеб, рыбку, ломает, раздает людям, всем хватает, удивительно, всем хватает. Я даже не знаю, сколько они по времени разносили это. Вот обычные простые вопросы, это сколько нужно разносить, когда пять тысяч людей сидит рядами. Но неважно, они постарались, потрудились, но Бог сделал это чудо. И они собрали эти, вот, и знаете, они запомнили чудо, были, ели, насытились. Но они забыли, что за этим чудом стоит Бог. Вот, что-то произошло, но за этим чудом стоит Бог. И в конце происходит очень странная вещь для меня, и очень отчасти болезненная. Это 52 стих 6 главы, когда Христос к ним приблизился, и написано тут интересно, 6.52 от Марка. Ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. Не вразумились, потому что сердце было окаменено. А помните историю по дороге в Моуз, второе величайшее чудо, когда воскрес Христос. Глаза у них были что? Закрыты. То есть они видят, физически они видят, физически они понимают, что происходит, но духовные глаза у них закрыты. И сегодня каждый из нас молится о каком-то чуде. И самое главное, каждый из нас уже видит или переживает какое-то чудо. Потому что жизнь христианина это жизнь чудес. Каким-то необычайным образом Бог приводит одних людей. Ты встречаешься с другими людьми, тебе звонят третьи люди, к тебе обращаются какие-то еще люди, ты понимаешь, что ты был там и попал сюда, кто-то выехал каким-то необычайным образом, у кого-то впереди машина разломалась, сзади разбомбили, а он проехал, кто-то вылез с подвала и все упало прямо за ним. Много чудес. Но самое важное, что когда все это произошло в жизни человека, человек не вздумал делать себе вот вещи, это знаете, например, попала пуля в грудь, потом ее достали и носит на цепочке и потом что он обычно делает в трудные минуты? Целует, ну там посмотрит, или локон чей-то, то есть человек, видя или пережив Божье чудо, впоследствии, чудеса же не происходят вот так просто каждую секунду, впоследствии он делает какие-то вещи, которые по его мнению помогают ему пережить новое чудо, новое чудо, новое чудо, и человек тогда забывает, что это сделал Бог, он начинает думать, что это сделал он, что это действительно сделал кто-то, забывая, что за всем, за руками врача, за решением президентов, за действиями стран, всегда стоит Бог. В Библии нету символики определенной, и даже наша такая рыбка, которую многие рисуют, это уже после, после первого века появился этот символ, потому что любые символы это все привязать сердце человека к чему-то материальному, что вот так ты сделаешь правильно, вот так помолишься хорошо, потому что это когда-то работало. Вы же задавались вопросами, откуда появились мощи святых. Мощи святых это частички тела определенных людей, то есть которые действительно при жизни вполне возможно нашим библейским языком были праведники или святые, то есть люди, которые действительно сделали много для работы над собой, для работы с другими людьми, но появляются эти мощи святых. Я читал в одной книге, знаете, вот частичка креста крестово, у католиков очень распространено, но если только известные эти частички собрать вместе и сделать из них крест, крест получается то ли два километра на пол, то ли что-то такое, то есть крестос должен быть необъятных размеров, потому что у каждой маленькой церквушки, у каждого маленького каплычки какой-нибудь, у каждого маленького прихода кусочек креста крестова, и ты думаешь, как они его разобрали, где они его взяли, как это вообще произошло, если в 70-м году там римляне прошлись и уравняли все, перекопали все, распахали все, даже храм этот фундамент и тот разбили, выровняли, золото доставали и прочее, 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 как мог сохраниться какой-то крест, причем на Голговском кресте сколько их было в тот момент? Три, там еще разбойники были, да, но хрестов было еще плюс два этих распят, то есть три креста, так, знаете, с человеческим телом можно сделать ДНК, как определить частичка какого из этих троих даже если бы они сохранились, даже если бы их положили, кстати, вы знаете, что когда человека снимали с Христа, хрест не несли в храм, хрест не несли в музей, тут был распят Христос, просто доставали гвозди и в следующий раз разбирали крест, ложили на плечи новому и нового распинали, вы понимаете, что если бы на каждого разбойника нужно было срубить несколько деревьев, перекладину и стол на рост человека, то леса скудные Палестины, они бы вообще закончились, там столько людей распинали, то есть крест на нем мог висеть другой человек или несколько людей, пока крест был годен к использованию, его использовали, но перебили голени разбойникам, и как вы думаете, что сделали с крестами? Сняли тела, и что было с крестами? И кресты забрали и потом положили на чьи-то новые плечи, поэтому любой, но я сейчас хочу вас к чему подвести, любой символизм, он опасен для христианина, потому что имея определенные символы, традиции, наработанные какие-то вещи, мы можем забыть, что за всем этим стоит Бог, и вот Бог делал чудо с морем, Бог делал чудо с победой, Бог делал чудо с медными змеями, таких чудес множество в Библии, и даже это чудо с пятью тысячами наевшихся людей ели и насытились, знаете, ели и насытились, это они ели, ну, кому сколько позволяло, позволяло, чтобы насытиться, если бы наш помощник оператора ел, ему немного надо, вы знаете, да, но кто человек посерьезнее, тому надо больше, чтобы насытиться, так вот, не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено, мы будем сейчас молиться, я хочу, чтобы каждый из нас посмотрел в свое сердце, не в чужое сердце, не смотрел на какого-то другого человека, смотреть, вот, смотри, он какой-то неблагодарный, нет, может он и неблагодарный, или она, важно, чтобы я был благодарным, чтобы замечая Божьи чудеса, я всегда чувствовал, что со мной работает живой Бог, знаете, это очень важно, чувствовать, что Бог живой, не форма, не образ, не что-то увиденное или заученное, а живой Бог, и через две недели мы будем говорить или будем петь, он жив, мы будем повторять, он жив, потому что он действительно жив, и когда со мной работает живой Бог, я не цепляюсь за какие-то вещи, которые мне кажутся, или может быть работали в прошлом, и не спорю, что они не работали, но они работали в прошлом, но все равно, когда приходит новое испытание, приходит новая трудность, написано вскричали, увидели Христа и вскричали, то есть они его видели вчера, но сегодня они его увидели и вскричали, знаете, если бы Бог забирал на небо всех в день покаяния, мы бы все были на небе сто процентов, потому что в день покаяния первая любовь, слезы, такая любовь к Господу, хочется просто и туда, но проходят годы и некоторые, встречаясь с Богом повторно, ну вот, Бог касается сердца, кто-то действительно радуется и чувствует, да, я на правильном пути, а кто-то, увидев Бога, мог бы вскричать, потому что Иисус пришел, сейчас точно умру, поэтому пусть нас Бог благословит, чтобы наши отношения были с живым Богом, а отношения с живым Богом невозможны с каменным сердцем, потому что каменное сердце, да, оно стойкое, да, оно крепкое, да, оно такое, знаете, может переносить много трудностей, каменное сердце, оно много трудностей переносит, потому что оно не берет ничего глубоко, не впускает глубоко, но такое сердце не пропустит в небо, жить будет легче на земле, жить будет проще, но на небо войти сложнее, пусть нас Бог благословить, чтобы мы все всегда это помнили, что наш Бог, Он живой. И в нас сердце Он сделал плотяное, размягчил его и сделал нас новым творением. Аминь. Молимся. Меличает тебе душа моя, я всем сердцем славлю Тебе. Ты великий, могут и всесильный, будем славить имя Твое. Ты великий, могут и всесильный, будем славить имя Твое. Аллилуйя, слава святому! Аллилуйя, слава Тобе! Слава Богу, Богу живому! Слава Богу, навеки веки! Аллилуйя, слава святому! Аллилуйя, слава Тобе! Слава Богу, Богу живому! Слава Богу, навеки веки! Аллилуйя, слава Богу, Аллилуйя, слава Богу, Аллилуйя, слава Богу, будем славить имя Твое. Аллилуйя, слава святому! Аллилуйя, слава Тобе! Слава Богу, Богу живому! Слава Богу, навеки веки! Аллилуйя, слава святому! Аллилуйя, слава Тобе! Слава Богу, Богу живому! Слава Богу, навеки веки! Величає Тебе, душа моя, я всім серцем славлю Тебе! Тебе, великі, могутній, всесильний, будемо славити имя Твое. Тебе, великі, могутній, всесильний, будемо славити имя Твое. Аллилуйя, слава святому! Аллилуйя, слава Тобе! Слава Богу, Богу живому! Слава Богу, навеки веки! Аллилуйя, слава святому! Аллилуйя, слава Тобе! Слава Богу, Богу живому! Слава Богу, навеки веки! Слава Богу! Сделайте, как Петр Андреевич, распечатайте эти молитвенные нужды, прикрепите на холодильник и молитесь каждый день. Встали утром, идете делать кофе. Так, сегодня молимся за служителей нашей церкви и на Украине. На Украине служителям вообще как трудно. Представьте, у вас была церковь 400 человек, завтра осталось 8. Это какое служение совершать? Как его вообще совершать? И где гарантии, что кто-то из них вернется вообще к тебе потом в церковь? И что вообще ты будешь жить в том городе, где ты жил 20 лет, 30 лет служил, 40 лет. Поэтому за служителей, за молодежь, за деток. Это очень важно. Пусть нас Бог всех благословит. Если у вас будут дополнительные вопросы после собрания, ловите меня, я вам на все отвечу. Давайте мы встанем, призовем благодать и будьте благословены. А благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Приветствуйте друг друга и будьте благословены.